Росатом На Смоленской АЭС продолжается конкурс профессионального мастерства концерна «Росэнергоатом». Атомщики поздравили подшефный социальный центр с 20-летием. При поддержке атомщиков открыт современный спортзал. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 29 энергоблоков, в ремонте 7 энергоблоков. Выработка 103,2% к плану ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленской АЭС в работе 1, 2, 3 энергоблоки. Нагрузка суммарная 3165 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за два дня ноября составила 76 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 4 миллиона киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 17,7 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Второй молодежный день информирования Росатома прошел в формате вебинара, объединившего сотрудников предприятий отрасли, в том числе и Смоленской АЭС. Подводили итоги работы Траслевого совета молодежи за 2019 год, обсуждали перспективные направления, в которых молодежь может проявить себя. Задача отраслевого совета молодежи в первую очередь это привлечение молодых специалистов, работников с их перспективными идеями и трендами. Сейчас огромный поток информации, множество направлений, где можно показать свою работу, заявить о себе. Госкорпорация Росатом помогает молодежи, направляет, стимулирует и мотивирует для того, чтобы молодежь развивалась, внедряла свои новые идеи, проекты. Будьте активными, вступайте в молодежь Росатома и внедряйте свои инновационные идеи, проекты, развивайтесь. Сейчас самое благодатное время для этого. Такие мероприятия важны для развития корпоративных связей между молодыми работниками, а также для привлечения новых специалистов в разнообразные проекты изменений в отрасли. На Смоленской АЭС продолжаются отборочные этапы на дивизиональный чемпионат РИА Скилз 2020. Для меня это первый раз, я новый сотрудник, я до этого в таких конкурсах не участвовал. Мы активно готовились, я изучал законы, нормативные акты, мы прорабатывали с коллегами задания предыдущих конкурсов. Очередные испытания на мастерство в профессии прошли специалисты отдела охраны труда и отдела охраны окружающей среды. Я уже не первый раз участвую в этом конкурсе. Я считаю, что данный конкурс является большим стимулом, во-первых, к дальнейшему развитию, во-вторых, он дает возможность оценить свои профессиональные навыки и расширять их. Прошло все достаточно напряженной обстановки, времени мало, отборочные задания достаточно сложные, особенно по программированию, можно сказать, не хватило времени. Свои шансы оцениваю 50 на 50, так как я увидел итоговый результат, знаю, какой результат у моих коллег. Так что посмотрим, что скажут главные эксперты. Очень сильно изменилось задание по сравнению с прошлым тестированием. И надо было все-таки поторопиться. Вначале шли достаточно непонятные задания на раскачку, а в самом конце, в самом конце пошла самая интересная штука, на что у меня, в общем-то, времени не хватило. Ну, теперь я знаю, к чему готовиться в следующий раз. Десногорский Центр социальной помощи семье и детям «Солнышко» отметил свое 20-летие. Поздравления от почетных гостей и друзей учреждения, воспитанники и сотрудники Центра принимали на праздничном концерте, который прошел 29 ноября. Глава муниципального образования города Десногорск Андрей Шубин также отметил важность работы Центра, профессионализм и увлеченность его сотрудников. Мы все готовы вам помочь и поддержать трудную минуту, и не только. На протяжении многих лет Смоленская АЭС оказывает поддержку Центру «Солнышко» и его воспитанникам. Содействует в проведении ремонтов и благоустройстве как внутри Центра, так и на территории для создания комфортной среды, способствующей развитию детей. Шефы из числа подразделений и общественных организаций Смоленской АЭС активно участвуют в жизни Центра, оказывают посильную помощь, проводят для ребят спортивные и развлекательные мероприятия. Я бы хотела поблагодарить наших друзей, которые сегодня собрались здесь в зале. Те, с которыми мы уже на протяжении 20 лет сотрудничаем, многие из них, такие как Смоленская АЭС, АО «Атомтранс», Химический цех Смоленской АЭС, Управление информацией, МУПККП, Организация молодых атомщиков. При поддержке концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС в средней школе села Якимович Рословского района оборудован спортивный зал для занятий боксом. 30 ноября на новом современном зале прошел региональный турнир «Память», посвященный землякам, погибшим при исполнении воинского долга. В турнире приняли участие более 30 юных спортсменов из муниципальных образований Смоленской и Брянской областей. Приветствую участников и гостей турнира, депутат Смоленской областной думы Сергей Невский поблагодарил атомщиков за поддержку в развитии детского спорта на Рословской земле, а также талантливых тренеров, отдающих свои силы, энергию и знания молодежи. Как рассказал директор Якимовичской школы Сергей Тарасенко, школа стала победителем открытого конкурса социально значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований Ассоциация территорий расположения атомных электростанций. Благодаря помощи концерна нам повезло, что мы приняли участие в этом конкурсе. Приобрели мы новый современный ринг, вы его видели. И также нам удалось оснастить тренажерный зал современными спортивными тренажерами, боксерскими мешками, грушами, атлетическими снарядами. И пополнили материально-техническую базу спортивного зала. В этом году мы открыли вот этот, пусть небольшой, но довольно уютный маленький зал. Стивные снаряды, вот мешки, груши, ринг, которым сегодня выступали боксеры. Это все концерн «Росэнергоатом». Атомщик с 30-летним стажем уже более пяти лет все свободное от работы время посвящает работе с детьми. Под его руководством три раза в неделю занимаются 14 воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет. В числе значимых достижений тренера подготовка кандидата в мастера спорта Юрия Лилика, который в этом году выиграл турнир в Муроме. В декабре молодой боксер поборется за звание мастера спорта по боксу на турнире в Подмосковье. Все победители и призеры турнира «Память» отмечены грамотами, медалями, кубками и призами от концерна «Росэнергоатом», администрации Росэнергоатом и региональной организации ветеранов боевых действий. Благодаря спорту я становлюсь сильнее, увереннее в себе. Поединки были сложные, соперник был сильный. Уля в победе помогла мне победить. Смоленская областная общественная организация, общероссийская общественная организация и Всероссийское общество инвалидов Десногорского отделения приглашает на фестиваль творчества «Вместе мы сможем больше», который состоится 11 декабря в 17.00 в Центре культуры и молодежной политики. Также 11 декабря в 18.00 в детской музыкальной школе имени Глинки состоится концерт преподавателей музыкальной школы, посвященный памяти Виктора Павловича Дубровского. Вход свободный. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцами можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatam.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok